Вопрос о независимости Каталонии расколол общество, волна забастовок и многомиллионные митинги сторонников отделения пока прекратились. Передышкой воспользовались те, кто поддерживает единство страны. Между тем, в испанском правительстве заявили, что не будут вести никаких переговоров, пока власти Каталонии не вернутся в русло закона. На данный момент все стороны заняли выжидательные позиции. Репортаж Кристины Левеевой. Этот звук в Барселоне уже никого не удивляет. Каждый вечер весь город выходит на балконы, чтобы погреметь пустыми кастрюлями или на улицу, чтобы позвенеть ключами. Вот так по-домашнему они выражают свой протест. Десять минут после ужина. В этом доме так шумят уже вторую неделю. Как и большинство местных студентов, Лая и Лаура убеждены, что у Каталонии свое будущее. И сейчас им нужно, чтобы их услышала вся Испания. Все, что мы хотели, это воспользоваться нашим правом проголосовать за отделение Каталонии. И мы это сделали. Но то, что происходило на избирательных участках, привело нас в ужас. Многие из моих друзей и родных с Жероной до сих пор в больнице. Действия испанской полиции в день референдума очередной раз осудил и глава Каталонии Карлис Пучдимон. Вечером он выступил с обращением ко всему испанскому народу и лично к королю Филиппу VI. Пучдимон говорил и на испанском, и на каталонском. И хотя в интервью телеканалу BBC политик заявил, что автономия готова объявить о своей независимости уже в понедельник, 9 октября, во время обращения слово «независимость» он не произнес ни разу, делая акцент на необходимости мирных переговоров. Стремление к миру, диалогу и согласию – часть политической культуры нашего народа. К сожалению, мы так и не получили от федерального правительства ответы на наши компромиссные предложения. Действительно, даже самые убежденные каталонцы настроены вполне миролюбиво. В разных районах Барселоны люди собираются небольшими группами, чтобы обсудить, как действовать дальше. События минувших дней огорчают меня. Как государство могло допустить такое? Это больше похоже не на демократию, а на фашистский режим диктатора Франка. У нас есть право выбора, и мы должны им воспользоваться. Пожалуйста, пойдите на диалог. Вот что здесь написано. Мы договорились в группе социальной сети, что вот так выйдем и встанем сегодня. Каждый в своем городе, в своем районе. А мы и новые садятся, а люди очень понятны! Волна запастовок и много миллион, и акции сторонников независимой Каталонии прекратились, но лишь на время. А теперь ситуацией воспользовались те, кто поддерживает Мадрид. «Виво Испания» скандируют на улицах. «Виво Испания»! Да, мы каталонцы, и мы за единую Испанию. То, что происходит сейчас, это очень плохо. Меньше всего мы хотим раскола в обществе и вражды. Впрочем, по сообщениям неправительственной организации «Гражданское общество Каталонии», основное шествие сторонников «Единой Испании» назначено на полдень воскресенья. Вполне возможно, что относительно спокойная обстановка на улицах Барселоны сейчас лишь затишье перед бурей. Кристина Левиева, Сергей Мухин, Андрей Манко, Первый канал, Барселона.